друзья всем привет в этом видео хочу показать что мне удалось перевести выгодно на кс мани здесь добавление перепады за многие стикеры какие нюансы я заметил при подобном переводе ну и стоит ли подобный трейд затраченных на него усилий давайте я наверно покажу вам некоторые того что мне удалось завести на мани по выгодному прайсу как пример вот этот картель на нем было 4 автографа ника железных краковских взял я его задев за 355 рублей и соответственно как бы мне удалось его закинуть на мани за 617 рублей получается мне дали переплату 300 рублей на эта цена стикера то есть за четыре стикера одинаковых мани готов накидывать цену одного стикера не всегда но зачастую но для того чтобы понять действительно ли мани переплачивать за тот или иной стикер на той или иной позиции надо достаточно это проверить при помощи поиска на самом сайте где комплекте ко всем функция поиска не забываем присутствует поиска по стикерам на самих же скинах далее у нас идет пдс 50 охотник на него было три бостонских новей взял я его за 75 рублей и соответственно получается мани его принимает за 120 рублей также стоит отметить то что бостонские автографы новей стоят дороже чем здесь накидывается все потому что здесь три стикера не 4 соответственно как бы этим можно воспользоваться и свою пользу вытаскивая с мани эти стикеры и оценивая их по нормальному адекватного прайсу просто потому что мани недооценил скин так как на нем находится не четыре стикера три но тем не менее за три стикера тоже можно просить высокую переплату зачастую тем более если они одинаковые и высокой стоимости далее я взял ак-47 изумрудные завитки на него было два оптика два флипсайда атланты взял его за 142 рубля и мани принимает его за 163 рубля целом я не считаю то что это хороший прайс потому что эти стикеры стоят гораздо дороже и мани соответственно их оценил ниже потому что они наклеены получается во-первых не одинаковые то есть не 4 флипсайда не 4 оптика а два флипсайда и два оптика и он получается оценивает по отдельности далее у нас идет а вп бог червей с наклейкой титанов взял я его за 190 рублей и мани его оценивает 229 рублей все потому что наклейка находится на прицеле то есть соответственно за позицию мани также готов переплачивать больше если эта позиция очень хорошая на пушке то есть топовая как вы знаете на пушках у нас в среднем идет четыре позиции соответственно кс мани это тоже понимает и за разные позиции по-разному накидывает именно поэтому стоит обращать на это внимание при закидывании на кс мани далее у нас идет м к хрусталь здесь есть одна голографическая бустонская наклейка и 2 кельна железных один из них это ликвид и иск гейминг второй соответственно я взял этот хрусталь за 317 рублей и мани готов за него накидывает 366 рублей все потому что здесь находится наклейка ликвидов железная которая стоит полторы тысячи рублей если я не ошибаюсь и находится также наклейка ск гейминг железная которая тоже стоит немало за них он мне накидывает 130 рублей я же считаю то что это не самый хороший прайс опять же но тут уже решать вам потому что я взял его за 317 а мани даже принимать за 366 рублей вопрос том готовы ли вы ждать когда купит его кто-то другой или просто хотите слить его на кс мани сразу же здесь соответственно получить мгновенный профит но меньше это уже решать все вам и дальше у нас идут автографы и просто скажу то что эти автографы мсл краковские дорогие железные и тут их оказалось двое в комплекте за что мани не будет переплачивать гораздо больше а получается я взял этот блок за 49 а мани готов на него накидывать 79 рублей и по итогу принимать его за 112 рублей поэтому тут делайте выводы сами выгодно ли искать автографы фойл но скажу сразу же то что все уже разобрали и поиск таких же профитных вещей занимать определенное время да и тем более можно ошибаться поэтому когда я ищу на как бы получается скины под кс мани до выгодные с различными автографами я еще пытаюсь понять могу ли я случае неудачной оценки самого кс мани этого скина перепродать его гораздо по более высокой цене чем я его взял либо хотя бы слить его снова в ноль что получается не фиксировать какие-то минуса при подобном трейде мы же не стремимся к этому поэтому я все это учитываю при покупке той или иной вещи и уже иду на соответствующий риск понимает что у меня есть какая-то страховая подушка позади меня ну и можно отметить например этот диггл диггл я взял получается чуть ли не задев за 169 рублей на нем три великих магистра высшего ранга голографические все они находятся наверху то есть на магазине находится наклейка девайса получается кс мани за такое мне готов переплачивать 158 рублей и оценивать этот диггл 289 рублей что весьма неплохо хотя наверное можно продать и гораздо дороже не самому кс мани а какому-то фанатику грубо говоря таких стикеров так что мы теперь знаем о том что кс мани переплачивать не только за какие-то автографы игроков дорогие не только за мажоры но и также за различные стикеры из различных капсул которые не касаются тематики киберспорта ну и можно взять например а в п гадюку я взял ее за 92 рубля с тремя флипс сайдами кельна и кс мани мне ее ценил 110 рублей в целом это не то чтобы хороший прайс я считаю то что такое можно продать дороже но тем не менее он бывает и можно поймать и такое дальше у нас идет темная вода на нем уже 4 наклейки кельна флипсайдов взял я его за 100 рублей и сам они готов за него переплачивать 62 рубля сверху и получается 158 рублей по итогу что вполне неплохо так как стикеры стоят в плюс-минус районе этого этой цены также я брал скины не только на стиме но я их искал еще и на различных других площадках опять же с помощью трайскинса на трайскинсе есть база стикеров и база стикеров мне помогла найти на димаркете вот такой файс 7 с перепадом несколько центов с этой наклеечкой на топовые позиции и за этом не сам кс мани готов накидывать сверху еще 17 рублей мелочь но приятно ну и на это наверно мы закончим это видео ну и в конце хочется сказать что по таблице мне иногда удается вытащить скины со стима по более выгодному прайсу чем то что я нахожу с наклейками на кс мани поэтому стойте данная схема ваше внимание решать уже вам пробуйте делайте личные выводы а также будет интересно ваше личное мнение по поводу всего этого а на этом у меня все всем хорошего трейда и до встречи и Продолжение следует...